Здравствуйте! В эфире строго по закону. Меня зовут Максим Васильев и в это скажу прямо откровенно тяжелое санкционное время найти постоянную да еще и высокоплачиваемую работу не самое простое занятие. Нефть дешевеет, бюджеты компании сокращаются. В общем, негосударственные корпорации, за исключением традиционных монстров Лукоила и Газпрома, все больше вызывают у соискателей вакансии пугающей недоверия. Работа вахтовым методом в этом смысле никогда нареканий не вызывала. В самом деле тяжелый труд, суровые условия, ну и зарплата, исходя из вредности условий, вполне надлежащая. Уж тем более, если работодатель пусть и забугорный, но вполне себе респектабельный. Так думал и герой нашего сюжета. Отец двоих детей, сыктывкарец Владимир Бернигор, вахтовик со стажем. За последние два десятка лет он успел поработать на разных предприятиях республики. Весной прошлого года услышал рекламу. Международная фирма по обслуживанию скважин набирает сотрудников. Предложение ему показалось заманчивым. Оно и понятно. Американская компания Халибуртон. Головной офис, который находится в штате Доловер. Российский филиал в Москве. Одна из крупнейших в мире. Я считал, что она международная, как бы постоянно идет реклама по телевизору, что Халибуртон там в Ираке, там в Кювете, мировая компания. И, как говорится, из расчета этого понимаешь, что там зарплата, как говорится, выше, чем в российских компаниях. На порядок. Позвонил по телефону, который нашел на официальном сайте Халибуртон Интернешнл в интернете. Там был телефон города Учинска. На другом конце провода вахтовику пообещали полный соцпакет. Оклад в 19 тысяч плюс северные, районные и прочие выплаты. Чистыми на руки 40-45 тысяч рублей. Вдохновленный столь щедрым предложением, Владимир отправился в Учинск подписывать трудовой договор. При устроении на работу я мечтал. Мне удали два договора, сказали, подписывайтесь спереди и сзади. И ставьте дату получения договора. Я их подписал, я говорю, может забрать, он говорит, нет, нет, потому что договор подписывается в Москве. Вахтерик взялся за работу. Его определили на участок в Кожве. И хотя суммы на зарплатной карте Владимира не очень радовали, он не переживал. Фирма-то серьезная. Однако, получив 22 октября на руки договор, а 1 декабря расчетные листки, он задумался. Оказалось, по самым скромным подсчетам, за полгода работодатель недоплатил Сыктывкарцу почти 150 тысяч рублей. Ситуация возникла по незнанию и, наверное, по какой-то юридической неграмотности, наверное, по какой-то доверчивости, наверное. Он постоянно работает вахтами, то есть, и как-то вот эти вопросы, видимо, в разных организациях по-разному решаются, но они решаются как-то потом. То есть, поэтому, получив первое денежное вознаграждение, он подумал, что какие-то выплаты ему будут потом выплачены. Заподозрить в незнании российских законов руководство Халибуртона сложно. Усинское отделение этой иностранной фирмы зарегистрировано в налоговой инспекции города еще в 1997 году. Аналогичные подразделения работают и в ряде других регионов страны. Как выяснил вахтовик, там тоже есть проблемы с оплатой. У них есть филиал в компанию, ну, филиал в Бузулке. Это граница Оренбургской области. Ну, Оренбургская область, граница с этим, с Казахстаном. Там северный центр вообще нету. Ну, там тоже у человека аква 19 тысяч. В трудовом договоре с Владимиром слово «оклад» нет вовсе. Вместо этого там прописана ежемесячная компенсация, из которой к тому же удерживаются налоги. Плюс ежедневная вахтовая надбавка. И все. В эти выплаты включены и северные, и районные, и суммы за работу во вредных условиях. В трудовой инспекции, куда вахтовик обратился за помощью, ответили – такого быть не должно. Ну, действительно, выявлено нарушение, в частности, по оформлению трудовых отношений, начислению заработной платы. Получается, что работодатель старается уйти от выплат, которые положены вахтовикам, и прописывает очень интересные формулировки, да, конкретно в этом договоре, который мы видим. Нами выявлено нарушение по этой проверке в отношении этой организации. Составлен акт, выдано предписание работодателю. Как сообщили в трудовой инспекции, жалобы от вахтовиков для них – не редкость, и в последнее время их стало больше. Видимо, сказывается кризис, и желание работодателя сэкономить на работниках. В 2014 году всего поступило 740 обращений. Из них 185 обращений конкретно работников вахтовым методом, да, которые права нарушены. Но, как правило, они обращаются по поводу графика работы вахтой, да, по поводу отдыха межвахтового. То есть таких нарушений, как оплата труда, очень мало. Это единица. Отстаивать свои права Владимиру придется в суде. По мнению юристов, шансы выиграть это дело у него есть, но силы и нервы придется потратить. Впрочем, всех этих проблем могло и не быть, если бы мужчина не гнался за красивыми обещаниями, а внимательно изучил документ, который подписывал. К сожалению, мнение американской компании нам взять не удалось. Но, честно говоря, не припомню о случае, когда уважающаяся компания с почти 20-летним стажем работы в нашей республике спокойно относилась к пятну на свою репутацию. Наверное, это просто время сейчас такое. О том, как себя вести на рынке труда, дабы не стать жертвой, ну, не буду говорить обмана, скажу некоторых недомолвок и недосказанностей. Мы поговорим сегодня с Александром Хохловым, первым заместителем начальника управления республики Коми по занятости населения. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем вот с чего. Время действительно непростое. Много ли иностранных фирм, учитывая санкции, общеизвестно, осталось в Коми? И насколько они активны на рынке труда сегодня? Да, безусловно, и сюжет это нам убедительно доказывает. Ситуация для компаний с иностранным участием сейчас не самая простая. Действительно, те меры, которые предпринимает Евросоюз и Соединенные Штаты Америки в пику нашей державе, отражаются и на нашей рынке труда республики Коми. Сокращается финансирование, чем, наверное, и обусловлены попытки этих организаций сократить, в том числе и полагающиеся работникам выплаты. Думаю, что с учетом нынешнего курса, который сложился на нефть, наверное, количество таких компаний будет сокращаться. Например, наряду с Шахали Буртоном на плаву в Усинске находятся только, пожалуй, Шлюмберже. Две-три компании возрасте нефедобычи – это, конечно, не очень много. Но в то же время я твердо знаю, что правительство республики Коми даже в этих непростых условиях продолжает работу по поиску иных зарубежных инвесторов. Слава богу, не все страны мира являются по отношению к России так негативно настроенными, как Соединенные Штаты. И я думаю, что мы просто получим инвесторов из других регионов и, наверное, будем говорить о возрождении сотрудничества с иностранными компаниями, возможно, Востока. А работа вахтовым методом, она у нас самая популярная в республике? Ну, если брать схему, график работы, оплата труда. Вы знаете, конечно, если мы проводим исследования, которые мы делаем, мониторинги и наших вакансий, и те, которые являются на, так скажем, дружественных нам порталах, то, конечно, вакансии на Вусинском районе, на территориях прилегающих республике Коми к Ненецкому, Амстаном, на округу, самые высокие по заработной плате. Там до сих пор, по-моему, не закрыта вакансия начальника буровой платформы, заработная плата выше 150 тысяч рублей. Не потому, что организация предъявляет такие сверхвысокие требования, а потому что действительно это должен быть человек, который на перечет, на пальцах рук по всей Российской Федерации. Если говорить об уровне оплаты труда, наверное, вахтовый метод работы, он самый высокооплачиваемый и с точки зрения соискателя популярный. Но если говорить о том, как много людей у нас работают вахтовым методом, то статистика нам скажет это совершенно об ином. Из тех более 300 тысяч работников предприятий и организаций, которые сейчас официально зарегистрированы и подают сведения о себе в республиканский орган статистики, только 41 тысяча человек работают вахтовым методом. Но по сравнению с другими регионами это, конечно, немало, почти 12%. Но в целом не самая большая цифра. А раньше же существовали квоты на иностранную рабочую силу, и многим работодателям было выгоднее, скажем так, приглашать из других, из южных регионов, допустим, работников. Не надо думать о соцпакете, не надо думать о северных. Вот у нас сейчас предпочтение местным соискателям, или же все-таки потребность, она существует в иностранной рабочей силе? То, что у нас местным соискателям во всех компаниях, даже в тех, которые мы видели в сюжете, есть предпочтение, это абсолютно точно. Что касается компаний Усинских, которые занимаются капитальным ремонтом скважин, мы посмотрели на их кадровый состав, по их средней списочной численности нет ни одной организации, в которой бы менее 50% было граждан России. Хотя, конечно, если в организации в 300 человек 50% иностранцев, то это значительная цифра. Что касается работников из-за рубежа, мы должны с вами точно признать, что без одной страны, без работников одной страны, я говорю об Украине, Республика Коми, конечно, долгое время не справлялась. Еще до конфликта на востоке Украины, у нас было очень много работников из западных областей Украины. Благодаря тому, что в прошлом году к нам въехало много работников Луганской и Донецкой области, они действительно внесли строительный вклад в экономику нашей республики, просто потому, что в нашей республике нет и не может быть, например, столько желающих работать машинистами автокрана или водителями большегрузных автомобилей. Мы никогда не самопределим большое количество ребят, в каких бы они городах и селах не работали, чтобы они закрыли всю потребность в водителях Усинска. Нам нужна иностранная рабочая сила в строго определенных отраслях и в строго определенных регионах. Я не сомневаюсь, что несмотря на то, что квотирование для части стран ближнего зарубежья, бывшего СНГ, прекращено, эти люди получают патенты, мы вместе с Управлением Федеральной Миграционной Службы по республике Коми будем продолжать держать руку на пульсе и ни в коем случае не допустим ситуации, при которой иностранные работники составят больше 1% экономически активного населения. Хорошо. Что бы Вы посоветовали людям, которые решили все-таки воспользоваться услугами компаний, которые предоставляют работу вахтовым методом? Все-таки, чтобы не попадать в такие ситуации, наверное, как-то нужно наперед просчитывать свои шаги. К сожалению, так уж столкнулось, что одна уважающая себя компания, допустим, может добавлять к своему наименованию дополнительное слово «инвест», «информ», еще какое-нибудь, и выясняется, что это совсем не та компания, которая раньше предоставляла услуги. Даже сегодня, посмотрев сюжет, мы вынуждены признать, что если настолько уважающаяся компания пошла на откровенный подлог, значит, наверное, в нынешнее время есть отдельные категории работников, которые могут, к сожалению, снизить их уровень оплаты труда по отношению к их изначально заявленным характеристикам. Есть два пути. Первое. Очень хорошо познакомиться с теми вакансиями, которые есть в Центре занятий населения, побеседовать с инспектором. У него точно есть отзывы и отклики от тех работников, которые уже на этой компании трудились. Ну и второе. Знать, что у нас, в принципе, к каждому человеку может быть применен дифференцированный индивидуальный подход, поэтому внимательнейшим образом прочитать трудовой договор и подписать его только тогда, когда он покажется вам абсолютно понятным. Здесь действительно нужно очень внимательно прочитать все страницы его, а это может быть документ достаточно длинный. И тогда, если что-то окажется еще неясным, дополнительно спросить работника кадровой службы, а действительно ли мне оплачивается проезд, так правило, он оплачивается со второй вахты, а смогу ли я рассчитывать на то, что мне будут куплены билеты или эти суммы выданы на руки, а получаю ли я выходное пособие, а сколько точно дней отпуска мне будет начислено, а вот эта сумма, указанная в договоре, там 19 тысяч рублей, она включает в себя районные коэффициенты, северную надбавку. В принципе, трудовой кодекс у нас, хоть и достаточно объемный документ, но достаточно простой. Можно всегда попытаться в нем разобраться. Хорошо, спасибо. О том, как себя вести на рынке вакансий, мы говорили сегодня с Александром Хохловым, заместителем начальника управления Республики Коми по занятости населения. Сокращение денежной массы на руках, а большинство жителей страны о повышениях окладов может, очевидно, пока забыть, вынуждает людей идти в банк за кредитами. Многих быстрое и вроде как доступное получение денег вводит в ступор и подпись не глядя, вполне обычная в таких случаях практика. Доказать свою правоту даже через суд потом, ой, как сложно. Как говорится, берешь чужого ненадолго, отдаешь свое и навсегда. Дилемму между «хочу» и «могу» каждый решает по-своему. Кто-то воздерживается от покупки второго мобильника или третьего телевизора ради достижения более глобальных целей, а кто-то с самонадеянным «как-нибудь выкручусь» бросается к прилавкам и набирает в кредит кучу техники. Вот только выкручиваться удается далеко не всем. Например, пенсионерка Вера Андреева в августе 2010 года имела неосторожность приобрести в кредит моющий пылесос. Да не абы какой, а американская фирма Кирби с кучей всевозможных насадок и функций. Домой ко мне пришел молодой человек, что пора, мы вам можем помочь произвести, мыть ковер, там вот все это, почистить все. И, значит, явился с этими, со своими всеми атрибутами. Коробки, коробки, коробки. У меня внуку три года, я говорю, мне в принципе-то не надо. Да вы посмотрите. В общем, уболтал. Пенсионерка и сама не заметила, как оказалась в офисе фирмы «Империя», где подписала договор и купли-продажи, и на банковский займ. И на утро стала счастливой обладательницей 10-килограммового агрегата. Опомнившись, Вера Борисовна попыталась вернуть покупку продавцам. Тем более, что пылесос оказался совсем не моющим и, к тому же, очень шумным. Но в «Империи» забрать его отказались. Они отказались на суде, они отказались от всего этого. Хотя решение было принято, что товар возвратить. Этот магазин исчез, эта компания. А вот с того времени, значит, мне вот сначала банк писал, письма всякие, потом они передали коллекторам, передали. Через год по суду договор купли-продажи был расторгнут, как незаконный. Однако от выплат по кредиту пенсионерку этот фердикт не освободил. С тех пор началась у Веры Борисовны веселая жизнь. Бесконечные звонки, письма, СМС-сообщения от коллекторов. Требование одно – вернуть займ с процентами и штрафами. Вот только платить за негодный товар женщина по вполне понятным причинам не хочет. В аналогичную ситуацию попали еще несколько сыктывкарцев. Их до сих пор донимают коллекторы. Впрочем, вполне законно. У нас в законодательстве буквально с прошлого года вступил в силу закон о потребительском кредите займе, который вообще впервые для нашего российского постсоветского законодательства ввел такое понятие о возможности совершения действий, связанных с возвратом кредита, потребительского кредита. И статья 16 этого закона, она как раз предусматривает возможность кредитной организации заключить агентский договор с любым юридическим лицом, на которое будут переданы функции именно по возврату долга. В этом же законе предусмотрены и формы взаимодействия коллекторов и должников. Телефонные звонки, СМС-сообщения, письма с напоминанием о том, что долг нужно вернуть. Все это вполне допустимо. Но есть и ограничения. Во-первых, о том, что в рабочие дни эти звонки не должны быть в ночное время с 22 часов до 8 часов утра. В нерабочие и выходные и праздничные дни они также ограничены и не допускаются. И в любом случае действия коллектора, они не должны быть направлены на причинение какого-либо ущерба гражданину. То есть это своего рода корректное напоминание. А вот если это напоминание некорректно, содержит угрозы жизни и здоровью, происходит в неустановленное законом время, тут должник имеет полное право обратиться за помощью в полицию. На супругу сыктывкарца Владимира Тутринова Татьяну полицейские вышли сами и сообщили, она стала жертвой кредитного мошенника. Как выяснилось, 7 сентября на телефон потерпевшей с неизвестного номера пришла смс-ка с незамысловатым текстом «Привет, Татьяна!». Причем без каких-либо ссылок и прикрепленных файлов. После того, как девушка ее прочитала, сообщения на смартфон вовсе перестали поступать. Сыктывкарка поняла причину збоя, когда из полиции Архангельска пришло письмо. Сообщил уже сотрудник ОМВД России по Архангельской области. Как выяснилось, сумма была списана мошенниками, которых задержали практически сразу. И, в общем-то, они дали признательные показания о том, что в действительности это они совершили мошеннические действия. Владимир тут же обратился в банк с претензионным письмом и попросил провести внутреннее расследование и выяснить, почему служба безопасности допустила списание денег с кредитки. Бирбанк сообщил, что, в общем-то, никакой собственной вины он в этом не видит. И все действия были совершены пользователем телефона. Поскольку телефон был привязан к услуге смс-сервиса, то средства с карты банковской были списаны на номер телефона, закрепленный за клиентом, ну а в дальнейшем уже были сняты из платежного терминала каким-то вот образом. Как установили стражи порядка, два молодых жителя Архангельска разослали на ряд телефонных номеров в рядоносную программу, которая блокировала на смартфонах все смс-сообщения. Именно поэтому владелец кредитки не знал о том, что с его карты списаны деньги. Самая главная опасность данного вируса состоит в том, что при попадании в сотовый телефон данный вирус считывает весь интерфейс записной книжки сотового телефона и потом уже от имени хозяина сотового телефона начинает расслать данного рода сообщения с ссылкой в рядоносного ПО уже другим абонентам. Вернуть деньги, украденные таким образом, крайне сложно. Банки чаще всего заверяют в том, что деньги списаны со счета, виноваты сами потерпевшие. Возникает дилемма – выплачивать банку снятые мошенниками деньги и проценты или дожидаться решения суда и взыскать долг со злоумышленников. К слову, у 62-летней жительницы Усть-Куломского района никаких дилемм не возникало. Женщина, инвалид первой группы, желая поддержать финансово своих детей, пользуясь доверием односельчан, просила их оформить ряд займов – денежных и товарных – на общую сумму в 2,5 миллиона рублей. По ее просьбе знакомые приобретали кредит бытовую и электронную технику, а то и просто одалживали ей крупные суммы. Все денежные средства, которые она получала, вот таким подобным образом, она отправляла своим детям в Сыктывкар и также поступала с техникой, которую приобретали по ее просьбе односельчане. Пенсионерка вину признала, извинилась перед всеми потерпевшими, а их в деле – 13. За мошенничество в особо крупном размере сельчанки назначили 3,5 года лишения свободы условно. Теперь ей до конца жизни придется половину своей пенсии отдавать в счет погашения займов. Причем в случае ее смерти выплачивать долги, кредиты и проценты по ним будут ее наследники. Понятно, что денег никогда не бывает много, но кредит – это все же не панацея от безденежья, а педантичный расчет. И бросаться с головой в омут займовой истории – шаг явно опрометчивый. Есть у нас экспертное мнение на этот счет. Потребитель, когда идет в банк, он должен быть готов к тому, зачем он туда идет, каким ресурсом он располагает, на какую сумму он рассчитывает. Он четко знает, что он хочет купить товар какой-то, что ему нужно такое-то количество денег. Но он не интересуется, какую сумму он должен заплатить банку, какую сумму он должен вернуть банку. Вот, к сожалению, это происходит позже, после того, как он подписал все документы, когда он пришел домой, обсудил с домашними со своими, посчитал, во что это у него вылится, что он захотел получить кредит 100 тысяч, а банку-то заплатить придется ему далеко не 100 тысяч, и не 113, под 13 процентов годовых, как он себе там посчитал, а гораздо больше. Приговор по самому резонансному делу последних месяцев убийство маленькой Нади Кассевой перенесли на 11 марта. Но сомневаться в его суровости, наверное, уже не приходится. Такие семьи обычно получают ярлык неблагополучную, но кто и по каким признакам определяет это понятие, вопрос пока размытый. Так называемая система раннего выявления семейного неблагополучия у нас пока дает сбои. О необходимости ранней профилактики в коме говорится уже лет 10. За это время в республике выстроена целая система по взаимодействию всех заинтересованных сторон. С рождения ребенка до его совершеннолетия. В нее вовлечены и педиатры, и воспитатели детских садов, и школьные педагоги, и социальные службы. По отчетам все хорошо. На деле, как в поговорке, у семи нянек дитя без глаза. Гораздо важнее, конечно же, если бы на ранней стадии, выявить и помочь молодым ребятам, значит, все-таки не перешагнуть ту черту, которая фактически иногда уничтожает жизнь человека. Эти, в общем-то, верные слова полтора года назад прозвучали на выездном расширенном заседании Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних. Ее участники приехали в Оркуту за положительным опытом взаимодействия так называемых субъектов профилактики. Местные чиновники и специалисты от образования пытались убедить гостей. В городе наложена четкая система раннего выявления семейного неблагополучия. Наша работа начинается с выявления беременных, которые имеют признаки неблагополучия. А затем к этой работе присоединяется Центр социальной помощи семьи и детям. У которых есть ряд творческих и оригинальных разработок, которые дают хорошие положительные результаты. И они не стоят на месте, они снова разрабатывают. События последних месяцев показали. Беспокоились проверяющие не зря. Несмотря на выстроенную систему раннего выявления семейного неблагополучия, в Оркуте сделать ее работоспособной пока не получается. Она могла и здесь удариться, могла и так удариться. А вы видели, она ударялась об шкаф? Я не видела лично. Я знаю, что она ударилась или об шкаф, или пол. 25 декабря в больнице в Оркуте от побоев, нанесенных собственной матерью, в реанимации скончалась маленькая Диана. На белом свете она успела пожить один год и четыре месяца. 30-летнюю ранее судимую родительницу девочки Светлану прав на старшего сына лишили еще 10 лет назад. Два года назад женщина забеременела, родила девочку, а совсем недавно и сына. Система сработала, семью вновь взяли на контроль. Приходили, проверяли, однако от трагедии не уберегли. Труп новорожденного обнаружен возле мусорных баков. А эти шокирующие кадры сняты следователем-криминалистом уже в этом году. На воркутинском поселке Варгашор. Утром 7 февраля около мусорного бака во дворе многоэтажек было найдено замерзшее тело младенца. Согласно результатам вскрытия, ребенок родился мертвым. В настоящий момент проверка по данному факту продолжается. Сцелью установления матери ребенка для дальнейшего принятия решения, предусмотренного уголовно-процессуальным законодательством. Мать как минимум 8 месяцев носила ребенка под сердцем и родила его. Однако свой первый сдох малыш сделать так и не смог. Легкие не раскрылись. Возможно, им просто не дали раскрыться. А женщину, которая выбросила тело своего мертвого малыша на свалку как ненужную вещь, пока не нашли. По мнению специалистов, рост бытового насилия в отношении несовершеннолетних и недавние резонансные случаи гибели детей в Сыктывкаре, Воркуте, Укте и Тройско-Печорске свидетельствуют о серьезном системном сбое. О его причинах можно судить по результатам межведомственного рейда в Усть-Кулумский поселок Югыт-Як. В сельской глубинке, оказалось, жизнь течет по другим законам. В местной администрации ни о страшных трагедиях, ни об изменениях в нормативных документах даже не слышали. Пять подучетных семей на две тысячи в основном безработного и пьющего населения. Вот все, что смогли узнать проверяющие угловые поселения и его заместителя по соцвопросам Елены Борисовны. Вот из ее уст прозвучало, что как таковый учет не ведется он, что на сегодняшний день вообще в Юг-Яке нет проблем, что нет семей социального риска. Есть семьи, которые, скажем, сложности есть определенные. Вот одна семья Кармановой. Визит в подучетную семью Екатерины Кармановой вызвал у столичных гостей целую бурю эмоций. Это у тебя сегодня день рождения, да? Ну, вообще. Слушай, покажи, где у тебя кроватка. Покажи, пожалуйста, где. Где у тебя кроватка? Где ты? Тут, да? По обуви. Мэй Екатерине Сергеевне. Покажите. Самой родительницы в праздничный для дочери день дома не оказалось. Нашли ее по соседству, сильно выпившую в компании с очередным потенциальным сожителем. Вернув женщину к дочери, инспекторы составили в отношении нее очередной протокол. Оказалось, на учет эту семью поставили лишь в ноябре, да и то после того, как 7-летнего брата девочки похитила заезжая собутыльница матери. Вопрос, почему не вмешались раньше, так и остался открытым. Зато участковый педиатр порадовала проверяющих своей наблюдательностью. По ее данным, проблемных семей с детьми дошкалятыми в поселении как минимум 14. Вот только делиться своими наблюдениями с другими медик не спешит. Это пока никуда не это самое. То есть у вас еще может эта семья быть на вашем контроле и нормально. При этом они злоупотребляют и одно, второе, третье, и дети болтаются сами по себе. Логика где? Проблемы с логикой выявились и в детском саду «Сказка». Заведующая продемонстрировала знания нормативной базы и показала тетрадки, в которых воспитатели заносят результаты ежедневного осмотра детей на предмет синяков и ссадин. Записи за последние пару лет от силы с десяток, да и то, как доказательство, что повреждения получены не по вине персонала, а больше никакой работы с семьями. Ребенок приходит, от него плохо пахнет, одежда непостиранная, ребенок нервный, не идет на контакт. Вот вы, как педагог, можно здесь формально усмотреть, что что-то не так? Этим признакам? Да. Могу, конечно, почему нет? Ну, у вас были такие факты? Я уже поняла, что у вас все хорошо, в вашем сельском поселении у вас все замечательно. По мнению председателя общественной палаты Коми, причина столь плачевной ситуации в том, что детей в обществе перестали любить и защищать. Деградация, вот она сама по себе, само по себе, это слово, которое же тоже вошло привычно в нашу жизнь, оно как-то нас не настораживает, не пугает, что ли. Мы привыкаем к тому, что это сегодня явление распространено. Мы даже не пытаемся сопротивляться, а ведь этим должны заниматься в первую очередь на местах местная администрация, общественники. В Усть-Кулумском районе таких поселений 21, в 18 действуют общественные комиссии. По замыслу организаторов, медики, педагоги, социальные работники и администрация должны делиться информацией и сообщать, решать, как помочь конкретной семье. На деле все иначе. Люди должны быть инициативны и как бы они должны жить в проблемах вот этих семей и оказывать им как раз помощь в решении вот данных проблем. Я думаю, тут никакого законодательства особо придумывать не надо. Так и чё. Пока равнодушие? Пока равнодушие, я считаю, да. По мнению правоохранителей, победить равнодушие местных чиновников можно. Я не думаю, что данные должностные лица не знают своих обязанностей. Я думаю, что это человеческий фактор и отсутствие какого-либо спроса и контроля. Вот именно с глав сельских поселений, вот именно за эту работу. Но пока такого контроля на местах явно недостаточно, как и скоординированности действий. Но самое главное, нет чётких критериев оценки семейного неблагополучия. Чаще всего нестандартность семьи замечают после того, как в ней происходит какое-то ЧП, и на пороге появляются люди в форме. Зачастую, как в случае с Надей Касевой, тогда исправить что-либо уже невозможно. Возвращаясь к приговору над убийцей Надей, учитывая общественное волнение, срок, очевидно, будет большой. Вот только станет ли этот вердикт эквивалентом строгости закона? Неужели после него у нас резко прекратятся подобные преступления? Репрессивные меры воздействия – это показатели необратимости наказания, но профилактика – это нечто абсолютно другое. Меня зовут Максим Васильев. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok